Смотрим, какие микроэффекты значимы на 95% уровне. Мы построили три модели. Logit, Regress, Gen-Log с распределением Poisson и Multinami, и все они дают одинаковый результат. А именно, значимые положительные эффекты, микроэффекты, вот такие. И если их достроить, они выглядят таким образом. То есть, получается, мы выявили значимые трехмерные эффекты, в которых везде задействован шестой уровень удовлетворенности жизни, то есть средний уровень. Задействованы разные градации социальной лестницы, и задействованы предсказываемые первое и четвертое значения, зависимые перемены, протестный потенциал. Таким образом, мы можем утверждать, что рассмотрение переменной позиции на социальной лестнице в данном случае лучше делать как категориальные, номинальные перемены, нежели ранговые. То есть, не вводить ограничения ранговости, поскольку только четыре значения из восьми участвуют в значимых микроэффектах. Кроме того, мы можем сделать содержательный вывод, что социальная лестница, влияя на протестный потенциал, обязательно требует, чтобы у человека еще был средний уровень удовлетворенности жизнью. И тогда получается, что в случае высшей позиции на социальной лестнице человек скорее имеет низкий, самый низкий протестный потенциал. В случае же уровня ниже среднего расположения на социальной лестнице и при этом, опять же, средний уровень удовлетворенности жизнью человек имеет высокий протестный потенциал. Поскольку раз выше, чем потенциал в контрольной группе, мы можем видеть здесь справа. Вот это разы, на сколько раз выше. Исходя из второго эффекта, который был отобран в модул с лекшем двухмерного, мы видим, что уверенность в завтрашнем дне также влияет. И каким образом,